Обычно я готовлю один пирог, а сейчас я буду готовить целых три пирога и сразу, потому что я буду делать осетинские пироги. Для осетинских пирогов мне прежде всего понадобится приготовить, конечно же, тесто. Тесто будет дрожжевое. Мне понадобится кефир 200 грамм, молока 100 грамм, я отмеряю сейчас на весах граммами, 2 столовых ложки сметаны, дрожжи 25 грамм. Я прям сюда молоко с кефиром, со сметаной покрошу дрожжи. Миска стоит у меня на весах, поэтому я сразу вижу, сколько. Вот и еще чуть-чуть. Возьму сейчас венчик и хорошо перемешаю жидкость с дрожжами, чтобы дрожжи уже распустились. Почему в этом рецепте и сметана, и кефир, и молоко? Ну, во-первых, этот рецепт я знаю с детства, а детские воспоминания вообще самые лучшие. В данном случае сметана выполняет роль жиров. Здесь масла никакого у меня не будет, ни сливочного, ни растительного, ни маргарина, ничего. Кефир. Тесто должно... Кефир какую роль играет? Тесто должно быть как бы немножко кисловатым, поэтому и кефир. Но молоко для сдобы еще, поэтому вот три компонента сейчас я соединила с дрожжами и буду уже добавлять сюда сахар. А сахаром мне понадобится всего одна столовая ложка, вот так вот. Еще раз перемешаю. И уже буду вводить муку. Муки у меня 600 граммов. Я ее всегда просеиваю в дрожжевом тесте. Ну и, в принципе, в любом тесте мука просеивается. В дрожжевом особенно для того, чтобы насытить муку кислородом. Вот так вот меряю понемножечку и сразу как бы просеиваю. Я родилась в Туркмении. Вот когда я говорю, я родилась в Туркмении, я вспоминаю песни, я родилась в Сибири. Вот жалко, что нет такой песни, что можно спеть прям от души. Я родилась в Туркмении. Но я все-таки родилась в Туркмении. И жили мы в нефтяном городке. А городок был такой многонациональный. Очень много русских. Туркмены, естественно. И жила у нас одна семья осетин. Эту женщину, если мне не изменяет память, звали Вера. Может, ее не Вера звали, но мы все звали ее Вера. Так вот, эта Вера готовила замечательные осетинские пироги. Я скажу честно, других пирогов я никогда больше не ела и не делала. Вот осталось из детства, который этот рецепт делала потом мама. Она тоже так же часто готовила эти пироги. И так же уже от мамы по наследству этот рецепт перешел мне. И вот я знаю только вот именно эти пироги. Хотя я точно уверена и знаю, что осетинские пироги бывают с разными начинками. Картошка, сыр. Зелень, сыр. С разными овощами, с тыквой. Даже вроде бы с баклажанами. Там большое разнообразие в начинках. Вот сейчас я тесто уже замешу руками. И добавлю туда соль. Вот немножечко у меня получилось густоватое тесто. Пока я его совсем не замесила, я все-таки добавлю сюда еще жидкости. Возьму молоко. Надо регулировать, да, вот как бы понимать. Все зависит просто от качества муки. Если мука сухая, она возьмет в себя много жидкости. Может, даже больше, чем положено по рецепту. Тесто на пироги не должно получиться очень такое тугое. Ну вот еще даже добавлю и остаток кефира. Это абсолютно ничего страшного. Это качество муки. Может быть, там больше воды уйдет, там жидкости, да, чуть больше, чуть меньше. Просто надо регулировать по своим ощущениям. Переложу тесто на стол. Мне будет удобнее, сподручнее вымешивать тесто на столе. Так, сейчас добьюсь такой достаточно однородной консистенции. И потом добавлю соль. Вот мы привыкли все, да, печем по одному пирогу. Но, во-первых, осетинские пироги не такие большие. И где-то сантиметр, максимум полтора толщиной. Поэтому три пирога в самый раз. Вот достаточно такое пластичное тесто у меня получилось. И сейчас я сюда добавлю соль. Соль мне понадобится пол чайной ложки. Обычно я вот так вот делаю. Просто соль посыпаю по поверхности теста. И дальше продолжаю замешивать. Тесто можно приготовить на опаре, чтобы оно быстрее подошло. Ну, я точно уверена, что те классические для меня 30-40 минут для подъема теста будет достаточно. Вот после того, как я ввела соль, мне еще приблизительно по времени надо будет 5-7-10 минут для замешивания теста. И чтобы соль как раз вот растворилась в тесте, не получилось, что частями тесто соленое, а частями будет пресноватое. Вымесила я его так, как надо. Я сейчас тесто помещу под пищевую пленку и поставлю на расстойку. Я уже как-то говорила, почему именно под пищевую пленку я помещаю тесто. Во-первых, тесто не заветривается. Во-вторых, и самый как бы главный для меня показатель готовности подъема теста. Сейчас оно такое сморщенное. Вот пленка сморщена на тесте. А когда тесто будет подниматься на расстойке, пленочка начнет как бы напрягаться, растягиваться. Я точно буду знать, что тесто уже подошло. Тесто я обернула, отправляю назад в миску и ставлю на 30-40 минут тесто для осетинских пирогов на расстойку. Пока тесто стоит, отдыхает, я буду готовить начинки для осетинских пирогов. Пирога три и начинки будет три. За основу, конечно, основа начинки у меня будет сыр с лугуни. Но перед тем, как взять сам сыр, я просто поставлю варить три яйца. Налью воды, целиком покрываю яйца, чтобы быстрее яйца сварились. Можно даже накрыть сотейник крышечкой. Можно пока не накрывать. Также включу вторую конфорку. Сейчас, когда сковорода нагреется, я чуть-чуть налью туда масло и припущу шпинат. По громовке я ничего не могу здесь сказать, какое количество точно. Просто ориентируйтесь на то, что сыр, конечно, должен преобладать в начинке. Шпинат вроде бы сейчас так много, но он свежий. И когда я его припущу, он значительно уменьшится в своем объеме. Я вот так вот чуть-чуть, не мелко нарежу шпинат, чтобы он не был такими большими листами. Возьму масло растительное в данном случае. Вот я буду шпинат немножко помешать, поэтому я поменяю местами сотейник с яйцами, со сковородой. Налью немножечко маслица, совсем чуть-чуть. И просто отправлю шпинат вот так вот на сковороду. Вот уже зашипел он. Все. Возьму лопаточку и буду помешивать вот так вот. Не жарю, просто припускаю, чтобы он размягчился. Быстро это все дело происходит. Вот уже чай шпината размягчился. Чуть-чуть еще. Все, хватит. Выключаю я плиту. Шпинат у меня готов, яйца варятся. Здесь у меня заранее отваренная картошка. Маслица в сторонку, чтобы не мешало. И сейчас я буду делать как бы основу. Основу для осетинского пирога натирать сыр. Сулугуни хороший такой, солоноватый, с молочным хорошим запахом. На крупной терке я буду натирать сыр. Вот так вот. Начинки у меня будет три. Сыр картофель, сыр шпинат и сыр с яйцами отварными и зеленым луком. Вот я говорила, что других начинок я не знаю. Вообще в классическом варианте для меня, воспоминания из детства, это была брынза или сулугуни, какой-то такой соленый сыр с картошкой. Потом немножечко я разнообразила. Три пирога, пусть будут три разные начинки. Почему три? Вообще для осетин как бы цифра три такая очень значимая. Поэтому вот готовится именно три пирога. Но я пробовала, между прочим, готовить не три пирога. Я делала более тонкие пироги и складываю в такую стопочку, ну где-то вот даже штук шесть. У меня получался вот такой пирог. Между слоями я пересыпала зеленым луком. Просто некоторые не любят лук зеленый в начинке. Хотя мне очень нравится, он придает свой вкус и цвет красивый. Ну а кому вот не нравится, он просто брал и счищал этот лук, и как бы поедал просто пирог. И мы еще никогда не ели как бы пирог по одному. Отрезали вот от этого вот, от этой стопки хороший кусок пирога. Получалось как бы слоеный пирог. И вот сразу так целиком ели. Но об этом я еще расскажу чуть позже. Сыр я натерла. Первая начинка у меня будет картошка-сыр. Заранее я уже отварила картошку. Картошки я отварила достаточно много, и она крупная. Я возьму вот таких две больших и одну среднюю картошку, чтобы картошка не забивала вкус сыра. Все-таки основа это сыр. Разомну картофель, сделаю из картофеля пюре. И приблизительно зрительно делю вот сыр на три части. И одну часть отправляю к картошке. Вот так вот. Сразу посолю, но совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, потому что сыр все-таки сулугуни. Он достаточно соленый. Вот так вот. И, конечно же, поперчу. Когда гости приходили, столы мы не накрывали никогда. Мы располагались в гостиной комнате. А это Туркмения. У всех в то время были ковры. И у нас был огромный ковер шерстяной на полу. На этот ковер стелилась скатерть. Под попу каждому давалась подушечка. Выставляли на скатерть пироги, пиво, зелень, овощи. И вот так вот происходили посиделки у родителей. А мы, дети, конечно, были все рядом, бегали, ели с удовольствием. Соль, перец, картошка, сыр. Сейчас я хорошо это перемешаю ложкой. Вот так вот хорошо перемешаю, чтобы получилась такая однородная масса. Когда испечется пирог, еще сыр подплавится. И будет вообще замечательно. Первую начинку я приготовила. И отставлю ее в сторонку. И примусь приготовить вторую начинку. Возьму еще одну мисочку. Шпинат здесь, который у меня вот чуть-чуть так припущенный. Была вроде бы так, как гора шпината, да? Видишь, что вот это получилось. Но этого достаточно. Ведь основа основ. Это сыр. И к сыру просто надо как бы добавить такие вот небольшие краски. В данном случае это вот шпинат. Также соль, перец. По вкусу солю. И по вкусу перчу. И ложкой еще раз перемешиваю вторую начинку, чтобы шпинат разошелся. Шпинат можно брать не только свежий, естественно, замороженный. Он бывает такой, вот такими шариками замороженный. Уже такое ощущение, что он как бы пропущен через мясорубку. Этот такой шпинат тоже подойдет. Между прочим, между шпинатом, особенно в летний сезон, можно использовать ботву. Свекольная ботва очень хорошо сюда подойдет для этой начинки. И вторую начинку я приготовила. Вот у меня осталась третья часть сыра. У меня есть зеленый лук. Предварительно я его уже помыла и чуть-чуть просушила. Поэтому я его сейчас не очень крупно нашинкую зеленый лук. Я считаю, что у меня было замечательное детство. Я часто вспоминаю, уже сейчас, будучи достаточно в таком солидном возрасте, в то время в Туркмении мы жили на четвертом этаже. И по утрам рано-рано утром проезжала туркменка, мы их называли опашками, но опа. На ослике я развозила молоко в банках, свежее парное молоко. И очень рано она кричала, молоко-у, молоко-у. А так как там было жарко, мы очень часто спали на балконе. Естественно, слышимость еще больше увеличивалась. И эта женщина великолепная нас будила. Здесь лук у меня, сулугуни. И я жду, пока приготовятся яйца. Третья начинка у меня практически готова. Здесь у меня натертый сыр, нарезанный лук. И яйца уже, я тоже думаю, и, скорее всего, уверена, что они готовы. Я отключу плиту, солью кипяток. И для того, чтобы мне просто легче было почистить яйца, залью их холодной водой. Дам им немножечко приостыть. Сейчас попробую, конечно, провести такой опыт, эксперимент. Ну, вот чищу, да, чищу. А, горячая. Вот так вот. Три яйца вполне достаточно. Для начинки, опять же, основа основ. В пирогах будет сыр. Яйца почистила, отставлю в сотейник. Вот как можно поступить с яйцами? Можно натереть их на терке, и начинка будет такая более нежная, да? Можно их мелко порезать. Вот я думаю, как бы мне поступить? Натереть или порезать? Порезать или натереть? Наверное, натру я на крупной терке. Терку я тем более не убирала. И процесс гораздо быстрее, чем я буду... А, только горячо, горячо. Вот. Не берегу я свои руки. Я просто тороплюсь. Мне очень хочется показать, какие получатся пироги осетинские. Вкусные, с такими вот разными, нежными за счет сыра начинками. Ну и соль, перец. По вкусу, в третью начинку. Чуть-чуть соли. Как бы я уже говорила, что сыр сулугуни сам по себе соленый. Чтоб вот не было этой излишки соли. Совсем чуть-чуть. А вот перчика я добавлю побольше. Я люблю перченое. Так же ложечкой я хорошо перемешаю третью начинку. И три начинки для осетинских пирогов готовы. И я думаю, что уже тесто тоже готово. Я уверена, что оно уже подошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, три начинки готовы. И тесто мое для пирогов подошло. Сейчас я чуть-чуть мукой припылю поверхность. Пирога три. Поэтому тесто мне надо разделить на три части. Ну, где-то так буду стараться это на глаз делать ровно. Чтоб части получились ровненькие. И вот так вот. И сразу первую вот такую вот часть я буду раскатывать в форме блина солнца, круга. Как хотите, называйте. В общем, должна получиться такая большая лепешка. Сильно я не раскатываю, чтобы вот сама середина не была тонкой. Вот сейчас на эту середину, на эту лепешку, я буду выкладывать первую начинку для пирогов. Картошка сулугуни. Собираю края пирога, еще не состоявшихся, и просто защипываю вот так вот в середине. Присыпаю мукой и снизу чуть-чуть так же. И аккуратно начинаю раскатывать. С картофельной начинкой у меня получится достаточно увесистый пирог. Я его не буду делать слишком большим. Вот такой формы мне подойдет. Такого диаметра. У меня сразу заготовлено здесь три противня. Я буду каждый вот такой круглый пирог укладывать отдельно на противень. И выпекать буду по очереди. Начинка здесь готова. Тесто достаточно тонкое. Выпекаются осетинские пироги достаточно быстро. Просто отставлю сейчас первый пирог. И сразу приступлю к формовке второго пирога. В принципе, в это время можно поставить первый пирог. Пусть он, конечно, печется. Температура должна быть высокая. 200 градусов. 10, там 7-10 минут. Вот так вот за глаза, за уши. Раскатываю. Все делаю так же. И с третьим куском теста я проделаю все то же самое. Три пирога у меня готовы. Сейчас я их буду выпекать. Температура 200 градусов. Выпекаться будет очень быстро. 7 минут 10. Вот это максимум. Я выпекаю дома по одному пирогу. В принципе, если хороший такой обдул в духовке, можно два. Три не надо все вместе. Ну, как бы, ну, лучше сделать это по одному. Я буду делать по одному. Ну, и все. Через 7-10 минут первый пирог будет готов. Ну, все же, последний пирог осетинский у меня испекся. Я его вынимаю из духовки. И сразу, в принципе, могу перенести на блюдо. Вот так вот придерживаю. Убираю противень. И сейчас отрезаю хороший кусок масла. И не жалея размазываю, чтобы оно хорошо растеклось. Между прочим, внимание, забыла предупредить. Перед тем, как поставить пирог в духовку, надо сделать или дырочку посерединке, или просто наколоть вилочкой, чтобы тесто дрожжевое, чтобы в духовке оно сильно не подняло с шапкой. Вот первый пирог готов. Второй пирог с другой же начинкой я выкладываю на первый. И также не жалеем масло. Хорошо размазываю, чтобы масло растаяло. Вот я говорила, что в нашей семье мы еще вот это все пересыпали, еще много зеленого лука. Ну, в данном случае, в данный момент я не стала это делать, но просто как еще один вариант, очень даже может получиться хорошо. И последний, третий пирог. И так же еще раз, третий раз, не жалея масла, смазываю пироги. Здесь сыр, а сыр масло любит. Тесто сейчас все это заберет, еще впитается как бы через корочку. Это все масло. Будут замечательные пироги. Масло убираю. Ну, вот такой замечательный, не замечательный, а замечательный, три осетинских пирога, душистых, таких масляных у меня получились. Я сейчас их, все три, сразу за один раз разрежу. Лучше их есть, конечно, горячие, пока масло не остыло и сыр не затвердел. И мне кажется, вот вариант поедания пирога, вот три сразу, очень даже хорош. Будет сочетание, разнообразие начинок. Это хорошее воспоминание моего детства и отличный рецепт осетинских пирогов. Готовьте только с хорошим настроением, у вас обязательно все получится. Субтитры подогнал «Симон»